Дороги, ведущие к искусству, полны терний, но на них удается срывать и прекрасные цветы. В этом году отбор конкурсных работ был очень строгий. Организаторы выдвинули жесткие требования, философская мысль в сочетании с эксклюзивностью и изящностью. С такими условиями попытались справиться более сотни художников из более чем 30 стран мира. Работы порадовали жюри, в них поистине отразилась история целого рода. Здесь символизм преобладал над фактажом. В каждой работе отразилось видение авторам события или целой эпохи. Сложный проект «Игры царей». Вы знаете, тема достаточно такая аполитизированная немножко и напрягла, насколько мне известно, художников. Мы собирались в жюри в мае месяце, было очень сложно работать на самом-то деле. Одна треть художников просто отпала, не справившись с заданием, к сожалению. Но, тем не менее, мне очень радостно, что все-таки мы имеем эту выставку с достаточным количеством работ и с достаточным количеством знаменитых имен на этой выставке. Прикоснуться к истории династии Романовых прибыл лично министр культуры Борис Светлов. Он выразил глубокую признательность организаторам арт-проекта за такое благородное дело и назвал Брест достойным культурным городом, известным в мире теперь не только театральным фестивалем «Белая вежа», но и международной выставкой конкурсом малых форм графики и экскрибриса. Это не выпадково выбор миналитет такой жанровой формы. Но, по-перше, это обмежевывает колькость удельников. По-другому, это ставить некие такие рамки для того, как профессийное мастерство. И оно было поднято вельми высокой планкой. И вот это дало мощность отобрать по конкурсе лепшие с работы. И я уверен, что это миналитет так. Любое человеческое творение, будь то литература, музыка или живопись – это всегда автопортрет, в котором можно обязательно разглядеть мастера. Компетентные жюри просматривало каждую работу в отдельности, подмечая авторскую изюминку и философское начало. А введение некоторых было оценено медалями, дипломами и денежными вознаграждениями. Так, три призовых места между собой разделили представители России, Украины и Молдовы. Своими работами они смогли показать настоящие игры царей. Дворцовые перевороты, заговоры, тайны и интриги раскрыли истинное лицо многих представителей знаменитой династии. С этим художники справились. Открывая сегодня, ее организатор сказал, что брещане, к сожалению, не имеют возможности видеть многие работы, потому что эти работы путешествуют по всему миру. И очень здорово, что сегодня при поддержке отеля «Эрмитаж», его владельца, при поддержке горосполкома и облсполкома, брещане получили возможность ознакомиться с этими уникальными работами. Как известно, искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и простое в изысканном, потому и задача его волновать сердца. Проект удался, и организаторы пообещали, что третья международная выставка-конкурс малых форм графики и экслибриса еще не раз порадует брещанных гостей города над Бугом. Продолжение следует...